Итак, сегодняшнее видео снова посвящено мышкам. Собственно, кормовым объектам для варанов и прочих рептилий. Как видим, мышка у нас находится в пластиковом контейнере. Такие контейнеры покупаются и продаются достаточно часто. Можно даже в космагазинах что-то подобное найти. Хотя я покупал его на выставке. Хоть его и продавали как коробку для сверчков, я использовал для передержки мышки. Сейчас мы дадим немножко мышке свободы. Мышку я купил в магазине. Они специально на заказ привозятся. Собственно, мышки теперь являются своеобразным бизнесом, поскольку кормить рептилий домашних чем-то нужно. Особенно плодоявных всяких змей, питонов, в том числе варанов. Выращиваются вот такие мышки. Эта мышь у нас побольше, чем предыдущая партия. К сожалению, предыдущие две мышки скоропостижно скончались. Одна буквально через день, а вторая через полторы недели. Зря я, конечно, старался их вырастить. Но, тем не менее, видимо, что-то... Какие-то болезни при селекционном разведении не дают им нормальными вырасти. Собственно, как я и говорил, бизнес по выращиванию мышек уже переходит в разряд выращивания всяких курочек и коров для пропитания людей. Ну, либо в виде бизнеса по искусственной пище для собак и кошек. Всяких непонятных кормов на основании мяса, как они говорят. Ну, вот, собственно, наша мышка. Подросток. Беленькая, красивенькая, пушистенькая. Еще совсем недавно в магазине она. Была очень голодной. При завозе их не кормят. Ну, типа сразу готовят к употреблению кем-нибудь из рептилий. Поэтому она очень желала выбраться из своей коробочки. Конечно, мне ее достаточно довольно жалко. Но, как я и говорил, их выращивают. И цель их жизни одна. Быть пущенным на корм рептилиям. Либо хищным птицам, либо другим млекопитающим из дикой природы. Вот такая небольшая мышка. Подросток. Еще немножко пульет и приступим к кормлению. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.